СПИНСКИЕ ВЕЧЕРА Меня радует то, что в такое непростое время, когда мы достаточно разъединены, когда много трудностей, поэты все равно вдохновляются и пишут стихи и о природе, и о малой родине, и о любви. И, конечно, много стихов на тему гражданская лирика. Но это не мудрено, потому что время такое, которое тоже вдохновляет именно на эту лирику больше всего. Более 30 участников со всего округа. 7 номинаций разной тематики. Критерии оценок – самые строгие. За каждую ошибку автора могут лишить заветных баллов. Есть замечания, и мы будем их разбирать. Какие? Серьезные. Это будет в тесном кругу. Александр Яськов подчеркивает, разбор полетов будет позже, в тесном кругу. Не все выложились на 100%, считает руководитель литературного объединения «Успенские вечера». Союз этого поэтического объединения «Слитопарнас» возник 11 лет назад. Именно тогда появилась идея устраивать совместные литературные встречи, которые переросли в конкурс. В этом году наш фестиваль проходит 11 раз. И почему так важно для нас? Это он приобрел статус окружного значения. Это очень важное событие. Автором проекта являлась Елена Борисова, директор Успенского дома культуры. Мы из года в год соблюдаем традицию. Я впервые в этом доме культуры. Я скажу, что я в полном восторге. В полном восторге от самого помещения, от того, что здесь я наблюдаю, что здесь выставки проходят, что здесь много занимаются. Зал прекрасный, звук замечательный, аппаратура, смотрю, все в порядке. И в общем, как-то так, это прям зависть. На сцене поэты разных литературных объединений округа. Их связывает любовь к поэзии и русскому языку. И в мире нет достойнейшей короны, чем гениальный книжек «Арсенал». Я торжествую с Пушкиным в руках. Его собрания мудрых сочинений вовек не превратятся в прах и станет Библией поэтов поколений. Возраст участников также строго регламентирован. Но в этом году организаторы разрешили молодым авторам выступить вне конкурса. Мирослава Шматкова прочитала свои стихотворения. Разозлилось небо вновь. Тучи набежали. Жди теперь больших боев. Вдруг все замолчали. Редко небо озарил меч богатыря. Он со злостью пригрозил. Нашалить нам стихаря. Следом загремел гудя старый тряхлый гром. Страх весного наведят. Загорелся дом. Капли слез и царь девицы падали все вниз. Насквозь мокрые ресницы все шептали «Подчинись». Вечер боя и крича солнца призывает. Хлещий древо с горячей тучей отзывает. Все идет, идет, борьба нет в конце и края. И горячая мольба просит с неба рая. Для поэта самое главное – быть услышанным. В округе работают сразу несколько литературных объединений. И каждое – это союз единомышленников. Конечно, поэт пишет для людей. Самое главное – поэт пишет не для себя, для людей. Мария Шматкова, Олег Васильев, телекомпания Одинцова.